Я упустил одну тему из числа тех, которые мы должны были рассмотреть, поскольку последний пункт серии «Развитие темы поклонения» тематически наиболее связан с материалом прошлой недели. Соответственно, я расширил лекции, запланированные на последующей неделе, в рамках которых мы будем изучать взаимосвязь между систематическим богословием и библейским богословием, а также способы практического применения библейского богословия. Вот примерно так выглядит заключительная часть нашего курса. А сейчас несколько вводных замечаний к сегодняшней теме. Итак, «Развитие темы поклонения». Начнем мы снова с повторения общей картины, общего Божьего замысла. То есть собрать и сохранить Божий народ в назначенном Богом месте, дабы он жил под Божьей властью, по Божьей воле, в присутствии святого и любящего Бога. В попытке понять, как реализуется данный замысел, мы обратились к теме «Царство», «Завета», «Изгнание» или «Плена» и «Покоя». Мы исследовали тему «Мессия» и «Воплощение». Рассмотрели понятие «Божий народ», «Жертва». Посмотрели, что значит «Жить по Божьей воле». Все это было на прошлой неделе. А на этой мы обратимся к теме «Поклонение». А значит, сможем расширить формулировку Божьего замысла, собрать и сохранить Божий народ в назначенном Богом месте, дабы он жил под Божьей властью, по Божьей воле, в присутствии святого и любящего Бога, и опираясь на материал предыдущего занятия, скажем, как «Единая семья». Причем семья не в узком смысле слова. Мы все дети Божьи. Теперь же мы добавим еще как «Божьи поклонники». Что-то я запамятовал в этом слове «удвоенное пи» или нет. Напечатайте кто-нибудь в Word'е и посмотрите, как правильно. И скажите мне, пожалуйста. Ага, одна буква. Хорошо. Подчас так трудно отличить американский вариант английского языка от британского и от колловского, который я, если честно, никому бы не рекомендовал. Итак, как «Божьи поклонники». И все же даже такое расширенное определение не является законченным. К концу нашего сегодняшнего занятия я предложу еще одно дополнение. А пока поговорим о поклонении. В общем и в целом, поклоняться – значит жить по Божьей воле. Именно так наш сегодняшний предмет обсуждения связан с предыдущим. А это, как я уже говорил, требует уточнения данного ранее определения Божьего замысла и добавления фразы как «Божьи поклонники». Давайте приступим к первой части темы поклонения. Начнем мы с пункта «Поклонение в райском святилище», который возвращает нас ко второй и третьей главам книги «Бытие». Уильям Дамбрелл пишет об этом так. То есть относительно священного места в Эдемском саду, описываемого во второй главе книги «Бытие», особенно в стихах с девятого по семнадцатый, которые я вам зачитаю. Вероятно, разумнее начать с восьмого стиха. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания, добра и зла». Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, Тигр. Она протекает перед Осирией. Четвертая река – Ефрат. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И так далее. Итак, вот что пишет Дамбрелл. В Бытие 2, стихи из 9 по 17 Эдем предстает как сад-святилище, в котором человек – священник-царь, поклоняющийся в центре мира. Если первая глава Бытия подчеркивает царственное положение человека, что здесь имеется в виду, вполне понятно, «Сотворим человека по образу нашему, и довладычествует он, и обладает землей», и так далее. Повторюсь, если первая глава Бытия подчеркивает царский статус человека, то в Бытие 2 человек предстает пред нами в роли священника, который находится в Божьем присутствии. Это весьма полезная статья с довольно длинным заголовком. Я приведу вам его в сокращение. Очень полезный материал для тех, кто интересуется именно библейским богословием. Настоятельно рекомендую иметь у себя копию. Скотт Хаффеман. Кажется, я пишу две буквы там, где должна быть одна. Он – редактор. Называется книга «Библейское богословие». Уверен, я уже когда-то на нее ссылался. «Библейское богословие. Ретроспектива и перспектива». Книга большая, но и исключительно полезная для тех, кто глубоко интересуется этим предметом. Четвертая глава, в ней и есть статья Билла Дамбрелла. Почему территорию Эдема автор описывает как райское святилище? Во-первых, как он утверждает, это некая отдельная территория, стоящая особняком в творении. Адам сотворен из Адама, праха земного, в этом своеобразная игра слов, и помещен в сад, то есть он попадает туда, извне. Это райское святилище представляет собой источник плодородия для всего мира. На это указывает присутствие рек. Это область соприкосновения, соприкосновения божественного и человеческого, место общения, плодородия, отдельное место, область соприкосновения небесного и земного. И вот интересное наблюдение, которое принадлежит не исключительно данному автору. Бог творит Адама из праха земного и помещает его в сад, как живой образ Божий, подобно тому, как это было бы сделано в языческом храме. Вы создаете некий образ, а потом приносите его в храм. Однако здесь это живой образ, потому что отражать живого Бога способен только живой образ. А далее, в Бытие 2.5-2.15, Бог поручает Адаму возделывать сад, ухаживать за ним, хранить его и так далее. Это слова, которые традиционно в Ветхом Завете описывали действия, связанные с поклонением в храме и святилище. Но об этом несколько позже. По мнению Дамбрелла и других богословов, Адаму предписывалось расширять пределы сада, дабы священным местом стал весь мир. В этом смысле от Адама ожидалось то, что впоследствии ожидалось и от Израиля. Быть светом народом. Это то, с чем Он не справился, но с чем справился Христос, когда Бог явил новое небо и новую землю. Итак, поклонение, как мы видим, присутствует с самого начала. Определение этому термину мы пока давать не будем. Оставим его на потом. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com По мере развития библейской истории уже за пределами Эдема, после грехопадения, формируется Израиль. Народ, призванный выполнить то, что не удалось Адаму. Эпизод исхода, эпизод избавления этого народа, описываемый в главах с 3 по 12 книге «Исход», это ничто иное, как формирование Богом своих поклонников. Божий замысел заключается в воссоздании подлинного поклонения, в восстановлении своего образа. Израильский же народ, дети Авраама, а ранее дети Адама, является неотъемлемой частью этой истории. Поэтому, спрашивая, почему, для чего Бог даровал своему народу избавление, для чего освободил их от египетского рабства, в чем суть этого искупления? Целесообразно рассмотреть Катену, то есть что-то вроде списка. Библейских текстов, которые неоднократно напоминают нам тексты из книги «Исход», об этой самой сути искупления, а заключается она в служении и поклонении. «Исход», глава 3, стих 12. «Исход 3, 12». Это теофания, явление Бога в горящем кусте. Что же Бог говорит Моисею? «И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя». Когда ты выведешь народ Моиз Египта, вы совершите служение Богу на этой горе, то есть на горе Синай. Еврейский глагол, обозначающий «совершать служение», «авад», используется и в книге «Бытие» для описания поручения Адаму в отношении Эдемского сада. Глава 4, стих 23. Моисей возвращается к Израилю, и вот что он говорит фараону. Вот что он должен сказать фараону. Стих 23, 4 главы. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Если вы помните, то именно так в первой главе фараон поступал с израильтянами, истреблял детей мужского пола, чтобы он совершил мне служение. Глава 7, стих 16. 7 глава, 16 стих. «И скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался». 3, 12, 4, 23, 7, 16, а теперь 8, 1. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону, и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». 8, 20 «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано, и виск пред лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». 9, 1 «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». 9, 13 «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано, и виск пред лице фараона, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». 10, 3 «Все правильно». Моисей и Аарон пришли к фараону, и сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Глава 10, стих 7 «Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас, отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Наконец, до некоторых рабов фараоновых дошло. И далее в 8 стихе «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и вараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет». Теперь дошло и до фараона». В Писании, как известно, сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. Видимо, и на уровне разума он тоже был труднопробиваем, так как суть происходящего понял далеко не сразу. В 24 стихе мы читаем, «Фараон призвал Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Полностью терять контроль над ситуацией фараон не желает. В ответ звучит стих 26, 10 главы. «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему». Имеется в виду жертвоприношение. Доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему. Моисею неведомо, какого рода жертву возжелает Бог. И далее глава 12 стих 31. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им, «Встаньте, вы детей среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы». Когда же избавление свершилось, когда Бог освободил свой народ от египетского ига и привел к себе на Синай, отчего Он предостерег Израиль с самого начала в 10 заповедях? В 20 главе, скажем, 5 стихе «От опасности идолопоклонства». Идолопоклонство. Исход 25. «Что касается образов, не поклоняйся им и не служи им». И в 24 главе, первом стихе, мы находим пример истинного поклонения. Исход 24.1 «И Моисею сказал Он, «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых и поклонитесь Господу издали». Моисей один, пусть приблизится Господу. Полагаю, смысл здесь ясен. Равно, как и понятно, Божье желание. Однако, как известно, Израиль, за исключением небольшого остатка, не сумел поклониться Богу, как подобает. И все же Иисус говорит, что Отец ищет в Себе истинных поклонников. До сих пор желает истинного поклонения. Себе истинного поклонения. Себе истинного поклонения. Себе истинного поклонения. Продолжение следует...